Элизабет Гилберт А тема сегодняшней нашей встречи – эмоциональный интеллект Что же стоит за этим термином? Почему важно проживать свои эмоции и как это делать? Обсудим с эмотологом, автором клуба эмоциональной гибкости «Чувствуй» Дарьей Алыповой Здравствуйте, Дарья! Здравствуйте! И первый вопрос, который хочется вас спросить Эмоциональный интеллект, кто-то что-то про это слышал, но никто не знает, что это такое Что же это такое эмоциональный интеллект? Что стоит за этим термином? Я люблю объяснять по-простому Для меня эмоциональный интеллект – это про умение, про навык, про способность Понимать свои эмоции, свои чувства Понимать, что эти эмоции хотят мне сейчас сказать Какую информацию они мне несут Затем умение этой информации правильно воспользоваться И, в принципе, делать то же самое и в отношении другого человека Не только понимать свои эмоции, уметь пользоваться той информацией, которую они несут Но и понимать, какие эмоции чувствует другой человек, почему он это чувствует И, соответственно, тоже действовать, исходя из этой информации И вот эти навыки, эти умения, они как раз и помогают больше чувствовать, понимать себя Налаживать отношения с другими людьми, развиваться по карьерной лестнице Быть просто счастливым человеком Просто от того, что ты понимаешь, что ты чувствуешь, что для тебя хорошо, что для тебя плохо Когда тебе сказать нет и так далее В общем, эмоциональный интеллект, он в себя включает огромное количество разных жизненных сфер Разных категорий, которые важны для человека, чтобы чувствовать себя счастливым А вот вы по профессии эмотолог, правильно? Да, верно Это какое-то новое направление, насколько я понимаю Расскажите, что это значит и как вы пришли Почему выбрали для себя сферу вашей реализации основной Именно сферу эмоций Ну да, это новое направление, вы правильно подметили Это узкая специализация в психологии То есть эмотолог занимается только эмоциями Он не занимается какими-то психологическими отклонениями, проблемами То есть я работаю узко с эмоциями Но знаете, можно провести такую параллель Вот психолог это терапевт, а эматолог это хирург То есть ко мне приходят с острой болью Когда обида, когда гнев, когда печаль, когда злость, когда ревность, когда стыд, когда вина, когда страх Обездвиживает невозможно действовать Вот эти все эмоции я помогаю прожить Я помогаю от них очиститься И человек может уже спокойно принимать решения, действовать А дополнительно я еще и тренер как раз по развитию эмоционального интеллекта Это мне помогает не просто решить проблему здесь и сейчас А развить конкретные навыки, которые позволят в будущем не возвращаться к этим эмоциям То есть уметь уже по-новому их проживать, а не копить в себе То есть я в себе включаю два этих направления Как эмотолог, так и тренер по развитию эмоционального интеллекта Это помогает добиваться с клиентами наибольшего результата и более эффективного И в чем основная сложность получается у среднестатистического обычного нормального человека с эмоциями То есть вы употребили слово копить, да? То есть что они копят? Расскажите же Да, эмоции, к сожалению, чаще всего подавляются и не проживаются Что это значит? Это значит, я, например, сейчас испытала гнев или недовольство Но я не позволяю себе это проявить, прожить, сказать спокойно, например Нет, мне это не нравится, я на это не согласна А я говорю да И в этот момент я коплю в себе недовольство, негатив И это со временем копится, копится все больше Потом я просто в определенный момент взрываюсь И все это время я не удовлетворена Я не понимаю, почему мне плохо И еще дело в том, что когда мы, например, гасим негатив Мы в этот же момент и позитив гасим Наши эмоции взаимосвязаны Если мы гасим какие-то неприятные чувства Не позволяем их испытывать, признавать, их проживать, принимать То мы в этот же момент и гасим позитивные все эмоции И вот человек приходит, мне плохо, говорит мне плохо И даже не может понять, почему А как раз все дело в том, что нет идентификации эмоций То есть я не понимаю вообще, какую эмоцию испытываю Потому что я их все отвергаю, не позволяю себе чувствовать Затем, конечно же, нету проживания Потому что ты даже ее не способен принять И нету принятия как раз Вот я и работаю над этими тремя этапами на эмо-сессиях Я закрываю гештальт эмоций То есть я помогаю идентифицировать эмоцию Понять вообще, что человек испытывает И где эмоция у него как раз застряла в теле Есть, кстати, такая интересная локализация эмоций Например, гнев у нас чаще всего в челюстях Зажат, когда мы злимся Либо голова, виски у нас начинают болеть Потому что мы гнев подавляем Часто бывает, что обида где? В горле Да, чаще всего это комок в горле Бывает страх в кистях Очень часто в кистях страх скапливается И на спине, в плечах В животе тоже То есть у всех может быть разное место локализации Но чаще всего вот такое По практике чаще всего встречается именно такая локализация И, собственно, я помогаю пройти эти три этапа Идентифицировать эмоцию, прожить и принять Тогда закрывается гештальт И человек расслабляется Его психика расслабляется Он способен свободно себя эмоционально, свободно чувствовать Давайте поговорим про эти три этапа Вообще, а в чем причина того, что человек не может идентифицировать эмоции? То есть это же откуда-то ноги у этого растут? Да, конечно Это все идет из детства Потому что в детстве ребенок, он ярко проявляет Проживает все эмоции Вот он сейчас улыбается Цветочек увидел Тут же он злится, ему что-то не нравится Потом он плачет А потом опять улыбается Но, к сожалению, взрослым в определенный момент Становится неудобно такое яркое проявление разных эмоций Ребенка И она начинает ему говорить Например, ну-ка тихо Не плачь, ты же уже взрослая девочка Хотя ребенку два года Или ты мальчик, ты должен быть сильным Ты мой маленький солдат Тебе нельзя Мужики не плачут Тебе нельзя бояться И вот в этот момент происходит то, что Во-первых, ребенок себе либо запрещает эти эмоции Потому что понимает, что он не будет одобряем Близкими, важными для него Либо ребенок начинает замещать базовую То есть настоящую эмоцию Рэкетной То есть ненастоящей Например, он чувствует страх, мальчик Ему говорят, ты должен быть сильным Ты боец И он замещает эмоцию страха агрессией И в этот момент происходит неверная Как раз идентификация эмоций Я чувствую одно Но показываю и делаю вид, что я чувствую что-то другое Конечно, вот на самом первом этапе Происходит вот этот конфликт А если я не понимаю, что я на самом деле чувствую То я не могу это и прожить, и принять Вот из этого идет и вся проблематика Того, что человек копит эмоции и не может их проявлять Ну и вообще в детстве формируется пять блоков на проявление эмоций Они звучат как Проявлять эмоции это ненормально То есть ребенок думает, что когда я сейчас кричу, это ненормально Ошибаться это ненормально Была такая история Ко мне пришла клиентка И она боялась водить автомобиль У нее был страх И когда мы пошли в работу, посмотрели, с чем это связано Это как раз было связано с детством Когда она, например, мыла посуду И мама на нее кричала, если она там уронила Или что-то сделала не так И у нее появился страх ошибаться И вот этот страх ошибаться тянулся из самого детства И она боялась водить автомобиль Именно потому, что это что-то новое И ей страшно ошибаться Когда мы это прожили, у нее начало получаться Она мне через неделю, через две где-то написала Даша, я вас благодарю У меня стало получаться водить автомобиль Потому, что она прожила этот страх Мы закрыли гештальт Ей стало это доступно, стало легко, стало нормально Затем есть блок, что говорить нет, это ненормально Вот как раз о чем я говорила Что мы не можем выстраивать личные границы И сказать нет, мне это не нравится Что мы должны говорить всегда да Или же, если мы говорим нет Мы чувствуем вину Или мы думаем, что в следующий раз нам откажут Если мы откажем Или думают, вдруг я буду плохим В глаза другого человека, если я откажу И так далее, и тому подобное И также есть такой блок, что отличаться от других Это ненормально Опасно, как минимум Опасно, да Что если я сейчас буду проявлять себя Свою уникальность Я буду не такой, как все А это небезопасно Надо быть таким, как все И еще один блок Это хотеть большего Это ненормально Это вот про то, что мы чего-то хотим Мечтаем в детстве А потом решили, что нет Мы не можем этого хотеть, мечтать, желать Вот то, как есть То нам и суждено И большего мы там не достойны Да, потому что в детстве нам, как говорили Губозакаточную машинку тебе не дать Это точно Да, и все вот в таком духе И, наверное, еще про проживание Да, стоит сказать второй этап А потом про принятие Вот проживание Почему хочу об этом сказать Не многие понимают А что значит прожить эмоцию Вот прожить эмоцию Это значит на физическом уровне Ее как-то выразить То есть если тебе страшно Да, идентифицировать Сказать мне страшно И протрястись Пробояться, если тебе страшно Если тебе горестно, печально То поплакать Да, позволить себе Проявить на физическом уровне Свою боль Если ты злишься Вот побить по столу Подушкой там еще куда-то Позлиться Выразить эту энергию Потому что любая эмоция Она сопровождается энергией Вот вы что-то испытали И на это выходит энергия Если вы эту энергию зажимаете внутри Отсюда, кстати, идут психосоматические заболевания Вы сжимаете сгустки энергии В каких-то местах Вот даже горло почему начинает болеть Потому что сжимаются сосуды Вы сжимаете там обиду Хотел покричать, а не покричал А не покричал И потом у тебя наутро болит горло Потому что ты пережал все сосуды Полезные микроорганизмы перестают поступать Развивается бактериальная среда Все, ты заболеваешь Ну и, соответственно, другие психосоматические заболевания Более серьезные Они тоже являются Первой причиной этому может являться Как раз вот это подавление эмоций Поэтому энергия пришла Тебе надо эту энергию выразить Как-то прожить И вот как раз третий этап Это этап принятия эмоций Что это значит? Наша психика так устроена Что нам важно разделить с кем-то свою эмоцию Вот такой пример я часто привожу Вы какой-то классный анекдот услышали Он вам очень нравится Вы приходите к своим друзьям И рассказываете его В надежде, что сейчас все будут смеяться Все вот так вот на вас смотрят Что вы в этот момент чувствуете? Стыд, неловкость Стыд, неловкость, неприятно Хочется провалиться Да, почему? Потому что вам хотелось, чтобы вашу эмоцию разделили А ее не разделили с вами То есть не приняли вашу эмоцию Из-за этого и происходит вот это вот зажатие внутреннее Незакрытый гештальт Мою эмоцию не приняли Ее может как не принять кто-то извне, так и сам человек Я сам не признаю эту эмоцию, не признаюсь себе в этом И вот моя задача помочь человеку, чтобы он сам эту эмоцию принял И принять у него эту эмоцию Потому что часто бывает так, что мы приходим Ой, я с подругами поговорю, и мне легко станет Но подруга не всегда готова принять твои эмоции Ты приходишь, ей, например, рассказываешь Я выхожу замуж Ты делишься классными новостями А подруга такая Ну да, я тебя поздравляю А потом такая Ой, ну а как вы будете жить в однокомнатной квартире все вместе Ой, а как там вот это и то И она направляет фокус внимания на какой-то негатив То есть она как бы вроде хочет разделить эту эмоцию Но она, например, еще не выходит замуж Ей неприятно то, что вы выходите замуж И она начинает вот, так скажем, бессознательно ослаблять вот свой дискомфорт За счет того, что направляет ваш фокус внимания на негативные стороны И это не со зла происходит Это бессознательные вещи Потому что когда нам неприятно, мы хотим сделать что-то, чтобы нам стало более комфортно сейчас Поэтому важно находить тех людей, которые будут способны искренне разделить ваши эмоции Вот здесь важна эмпатия как раз Это один из навыков эмоционального интеллекта Что такое эмпатия и чем она отличается от симпатии? Эмпатия это когда вам плохо Я могу спуститься к вам в норку, где вам плохо и побыть с вами А симпатия это когда я стою над вами и кричу Хе-хей, все хорошо, давай, ты справишься Не грусти Да, не грусти То есть я обратно засовываю вам эмоции Прям говорю, у меня мурашки вот пошли Потому что это важно Важно позволить другому человеку испытывать то, что он испытывает Настоящие чувства А не говорить, нет, это неправда Твои чувства сейчас не важны Спрячь их, опять же, тебя общество не будет одобрять, когда ты это проявляешь И вот это различие эмпатии и симпатии Поэтому важно в том числе развивать эмоциональный интеллект Чтобы быть эмпатичным человеком Способным сочувствовать другому А что блокирует эмпатию у людей чаще всего? Хороший вопрос Эмпатию блокирует как раз неспособность себе позволять Принимать эмоции, слабость, чувствовать свои неприятные эмоции Почему так происходит? Потому что когда я себе запрещаю неприятные эмоции А вы, например, проявляете Вы начинаете будоражить во мне мои неприятные эмоции И я хочу скорее, скорее вас успокоить Чтобы вы мне не напоминали о моих неприятных эмоциях Ведь мне придется опуститься внутрь себя А там столько всего непрожитого И я хочу скорее это прекратить У родителей часто бывает такая стратегия На детские слезы там все скорее заткнуть Да, верно Давайте поговорим про особенности Вот таких, которые чаще всего блокируются Я понимаю, что чаще все-таки негативные блокируются Да Радостные как бы Да, но есть история у меня интересная Тоже, когда и радостные эмоции блокировались Вот пришла женщина и говорит Я раздражаюсь Мне это мешает уже в жизни Я злюсь на близких, на детей Мне это мешает И когда мы начали выяснять, почему так происходит Она как раз блокирует радость Она не позволяет себе радоваться Ну как? Через что? Вот она видит, на улице танцуют женщины Она тоже хочет подойти к ним, начать танцевать Вести себя немножко как ребенок И через это испытывать радость Но у нее срабатывают такие фильтры Я взрослая, мне нельзя себя вести как ребенок То есть она запрещает энергию радости Хотя импульс идет Но если ты энергию себе запретила выразить через радость Эта энергия должна найти где-то выход А через гнев она себе разрешает эту энергию выражать То есть она нашла такой доступный способ Через что она может эту невыраженную радость выразить Ну вот через гнев Врослые женщины не танцуют, но гневаются Замечательно Давайте тогда, ну, немножко каждую эмоцию разберем Так в общих чертах Вот я обнаружила себя в стыде Например, как я могу сам себе помочь Если вот, ну, нет рядом человека, который может принять мои эмоции Вот я один сам собой Есть ли какие-то способы? Вообще эмоция стыда Это не базовая эмоция Мы с ней не рождаемся То есть чувство стыда Это то, что нам навязано извне Когда кто-то тебе говорит Ай-яй-яй, как тебе не стыдно То есть пытается тебя пристыдить И поэтому справиться с этой эмоцией Можно как раз отделив Это я так воспринимаю? Это я так думаю? Или мне это навязано извне? И вообще классный такой проверочный вопрос А я вот в этот момент, когда я это делал Я себя как чувствовал? Вот эмоциональный интеллект Это про то, чтобы возвращаться к своим чувствам Твои чувства говорят правду А то, что добавляется сознанием Кто-то сказал Кто-то что-то мне там пригрозил и так далее Это уже искажает твои настоящие чувства Вот такой тоже простой эксперимент Как сознание искажает наши настоящие эмоции и чувства Вот, например, я вам сейчас дам вашу вкусную самую конфету Вы обрадуетесь, да, скажете Ура, 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 я хочу эту конфетку Вы начинаете ее раскрывать Вы уже хотите ее начать кушать А я вам говорю, ну что-то вроде Я взяла эту конфетку из руки мертвого человека О, Господи Или я взяла эту конфетку, вот, на помойке вытащила И вы тут же захотите выплюнуть эту конфету Она станет вам невкусная То есть оценка мгновенно меняется Оценка меняется, хотя вкус не поменялся Или я говорю, вот это вкусное яблоко А что такое вкусное яблоко? Для меня вкусное может быть кислое А для вас вкусное может быть сладкое Поэтому эмоции и чувства Это очень субъективное восприятие И то, как вы чувствуете, это и есть правда Вот, когда ко мне приходят на сессии, да, человек плачет Всегда Я даже иногда в шутку говорю Профессионально доведу до слез Меня за это еще будут благодарить Но вот дело в том, что когда человек плачет Это всегда про правду То есть я себе сейчас признаюсь честно в своих чувствах И вот ваши все чувства, это про правду И если стыдно вам, то вот сначала стоит разобраться А это правда мои чувства? Или все-таки это что-то из мне навязанное? Почему я так думаю? Это правда то, как я сейчас думаю? Вот это тоже очень классный проверочный вопрос А то сейчас, как я думаю, это правда И когда мы понимаем, что нет, это не правда Я начинаю чувствовать по-другому Оценка меняется Оценка опять же меняется И вот это очень важно, быть наблюдателем А что такое быть наблюдателем? Это как раз один из первых, самый первый навык эмоционального интеллекта Это самоосознание Когда я способна подняться И не быть вот внутри ситуации А подняться и пронаблюдать То есть обладать самоосознанием Самоосознать, что я чувствую, почему Какие мысли навязали мне это чувство Так часто бывает, что какие-то мысли нам навязывают чувства Например, я проснулась и я думаю Какая сегодня красивая И мне так приятно внутри Или я проснулась и смотрю Ой, что-то у меня прыщик, морщинки Я сразу начинаю угнетенно себя чувствовать Всего лишь от фокуса внимания Куда я направила внимание И вот способность самоосознавать себя Вот, кстати, вообще Сейчас хочу перечислить все пять компонентов Эмоционального интеллекта Раз уж мы про это начали говорить Первый, вот это самоосознание То есть понимать, что со мной сейчас происходит Мы с этого начинаем развивать эмоциональный интеллект Второе, это саморегуляция То есть что мне делать с тем, что я осознала Да, я осознала, что я сейчас гневаюсь Но я могу начать все крушить Либо я, мне нужно время Я там вышла, поприседала Например, энергию как-то выразила Пришла спокойная, готова разговаривать Третий, это как раз эмпатия Да, о чем мы с вами сегодня говорили Понимать чувство другого человека Потому что вот мы часто конфликтуем Именно потому, что мы не понимаем А почему другой человек себя так ведет Вот когда мы понимаем другого человека Мы уже не можем на него злиться, обижаться Потому что мы понимаем, почему он себя так ведет И мы можем найти компромисс Мы можем его любить Вот четвертый навык эмоционального интеллекта Это социальная коммуникация То есть, когда я могу общаться с другими людьми Вин-вин, да, выиграл-выиграл Когда я думаю не только о себе, а о других людях Опять же, могу с ними найти общий язык, контакт и так далее И пятый навык, это мотивация Само-мотивация в том числе Когда я понимаю, какие у меня есть ценности Зачем я занимаюсь тем, чем я занимаюсь Зачем стою по утрам Зачем мне бегать Зачем мне правильно питаться Зачем мне финансово расти И так далее То есть, мотивация, само-мотивация То есть, когда я могу себя сам замотивировать Еще и создать такой эмоциональный фон Чтобы других людей мотивировать Вот эти пять навыков эмоционального интеллекта Давайте уже представим тогда книжку, которую вы принесли Да, это, можно сказать, букварь по эмоциональному интеллекту Это книга Дэниела Голмана Он является как раз тем человеком Который популяризировал термин эмоциональный интеллект Эта книга произвела фурор Она до сих пор является бестселлером Видите, она такая плотненькая Здесь очень много экспериментов Здесь очень много таких практических примеров Здесь очень много исследований Вот как раз потому, почему именно эмоциональный интеллект Значит даже больше, чем IQ А это действительно так и есть И здесь вот кто прочитает, поймет, почему так и есть Также есть книга «Эмоциональная гибкость» Тоже ее рекомендую И в целом все, что связано с эмоциональным интеллектом С Дэниел Голманом У него есть разные книги И про эмоциональный интеллект в бизнесе И про эмоциональный интеллект у детей Вот все от этого автора рекомендую почитать Здорово А как вообще понять, что для тебя прям актуально Эмоциональный интеллект свой прокачать Да, по каким признакам это можно понять? Да, хороший вопрос На самом деле есть очень простой такой способ Бытовой Когда вы понимаете, что что-то у меня очень долгое время Плохое настроение, не вижу, вот радости в жизни не испытываю И если конфликтные ситуации с окружающими С друзьями, с партнером, с родителями Вот нету какого-то, знаете, нету эмоциональной близости Вот часто ко мне приходит еще от того, что нету эмоциональной близости То есть я не могу честно с кем-то поделиться тем, что я чувствую Не могу сказать, что со мной происходит Меня, соответственно, никто не может поддержать И мне в этом плохо, я чувствую себя одиноко Хочется узнать, с какого момента вообще Вот в здоровом своем развитии Имеет смысл заниматься развитием своего интеллекта Может быть, с детьми это имеет смысл Начинать заниматься С какого возраста и какие есть варианты Вот, допустим, для детей, чтобы полегче им было в этой жизни Вы знаете, я на самом деле считаю, что эмоциональный интеллект Это то, чем важно заниматься, грубо говоря, с самого рождения Важно, чтобы взрослые, в первую очередь, были с развитым эмоциональным интеллектом Тогда они смогут это передать легко ребенку Как? Потому что ребенок впитывает это как губка Потому что он видит, когда мама честно признается в своих эмоциях Когда мама способна с папой разговаривать А не ходить в пассивной агрессии на него Ребенок это все считывает бессознательно Он берет эти паттерны поведения Он видит, что мне можно быть открытым Мне можно проявлять свои эмоции и чувства Потому что мама способна их принять А почему мама способна их принять? Потому что мама способна свои эмоции принимать, признавать Поэтому она эмоционально внутри не переполнена вот этим негативом Она умеет проводить, так скажем, психогигиену личную Поэтому и ребенку она способна тоже дать тепло, быть в ресурсе и так далее Но эмоциональный интеллект на самом деле нужно включать И он, кстати, уже включается точно в скандинавских странах Он включен в программу школьную Чуть ли не с первого класса Эмоциональный интеллект И, в принципе, я считаю, что это очень важно Вводить и у нас тоже в образовательную сферу И если мне когда-то повезет Я бы хотела даже как-то к этому быть причастной Потому что я считаю, что это очень важно К сожалению, нас учат всему Кроме того, чтобы понимать, что мне вообще нужно И как мне быть счастливым Как мне общаться с другими людьми А это и есть основные навыки, которые нам позволяют продвигаться в жизни Быть счастливым По карьерной лестнице в том числе двигаться И быть успешным, состоятельным человеком Зрелым Эмоционально зрелым Кстати, термин эмоциональная зрелость тоже очень важно Потому что человеку может быть 80 лет, а он до сих пор может быть эмоционально незрелым И, к сожалению, он также передает эти паттерны поведения И всем своим потомкам И если кто-то осознает, что здесь что-то не так И начнет с этим работать Выйдет из этого сценария Но, к сожалению, чаще всего эти сценарии вот так передаются Передаются с поколения в поколение Что касается, с какого возраста ребенку можно передавать Какие-то навыки, знания по эмоциональному интеллекту Нужно понимать, что этот процесс, он довольно трудоемкий Не будет так, что вы скажете ребенку Вот это сейчас у тебя гнев Ты злишься Давай, иди побей подушку Не с первого раза ребенок это не запомнит Это надо ему постоянно напоминать об этом Но уже то, что вы ему позволяете Осознавать свои эмоции Вы ему напоминаете конкретно То есть даете понимание, идентификацию эмоций Ты сейчас злишься Вы ему даете понимание Ты сейчас злишься Я вижу, что ты сейчас злишься У меня, кстати, недавно, я тут люблю на примерах Недавно был такой случай Мы поехали в деревню ко мне И с нами поехал младший брат моего мужа Ему примерно 6 лет И он играл с ребятишками И он не хотел идти в баню И он начал вот немножко так злиться И так далее Никто его не мог уговорить Я к нему подсела Вижу, что вот он закрылся Вся его поза говорит о том, что он сейчас злится Я просто подсела и говорю Артем, я вижу, что ты сейчас злишься Что тебе неприятно Что ты хочешь играть Что ты не хочешь идти в баню Отвлекаться от этого Давай мы подумаем вместе Что мы можем сейчас с тобой сделать Я могу тебе помочь как-то в решении Он успокоился и начал идти То есть на то, что мы что-то вместе сейчас решим Хорошо, тебя уже там Сережа ждет Давай мы сейчас с тобой соберемся Пойдем А потом ты придешь и доиграешь Хорошо? Хорошо Почему ребенок так легко согласился Потому что для него было важнее всего Что признали просто его чувства и эмоции Субъектность даже, право Да, право на то, что я могу злиться И когда признали его право на то, что он может злиться Он был готов идти на какие-то компромиссы И это так легко решается Это не всегда так легко решается, да, понятное дело Но нам важно, как раз таки взрослым Проводить психоэмоциональную гигиену Ходить к эмоционологам Развивать эмоциональный интеллект Для того, чтобы быть эмоционально чистым Быть в ресурсе Для того, чтобы вот так смочь заметить Что ребенок злится и просто позволить ему это Тогда вот этих точек соприкосновения с ребенком будет больше Он поймет, что я могу быть собой Я могу открываться Меня принимают И через это у него уже развивается тот самый эмоциональный интеллект А вот про диапазон эмоций я хочу спросить То есть, как бы, ну, есть такая гипотеза Там, что, ну, многие люди просто находятся в маленьком эмоциональном диапазоне Да, что вот мы тут позлились, тут погрустили Тут похохотали чуть-чуть И как бы, и все И как у тебя дела? Нормально, да А есть ли какие-то техники, практики, чтобы, ну, как бы, свою психику, свою душу Раскачать на какой-то большой диапазон, чтобы испытывать разное Да, мне нравится название вашего клуба «Чувствуй» Да То есть, как вот развивать вот именно чувствительность свою в полтунах, оттенках чувств Это классный момент, вот, что вы подметили действительно этот диапазон На самом деле, от чего зависит этот диапазон? Вот как раз те, кто позволяет себе минусовые эмоции Они больше радостных эмоций испытывают Если вы себе злиться не позволяете, вы радуетесь, как бы, ну, вот так вот Поэтому, в первую очередь, это позволение себе вот этих негативных эмоций Проявления, позволения Но через что я могу себе это позволить? Вот как раз самая простая техника Это проживание через творчество, через арт-терапию В частности, это могут быть танцы Вот когда вы включаете какую-то роковую музыку И вот весь гнев, вся злость Вот как максимально негативно вы можете себя проявить Проявляйте на здоровье Если вы там кого-то боитесь Пусть это будет дома Пусть это будет сам собой Но хотя бы перед самим собой Позвольте себе быть вот таким Позвольте не прятать свою вот эту вот минусовую часть Дайте ей пространство Вот как возникают люди, которые идут и, извините, стреляют, да, в школах Да, именно от того, что они очень долго не позволяют себе вот эту вот негативную часть проявлять Они терпят, 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 терпят В бессознательное это все засовывает А потом это прорывается, начинает управлять всеми сознательными процессами И человек, вот, как говорят, он был вне себя Потому что та часть, которая отвечает за контроль, она уже не работает И вот поэтому важно принимать не только свои вот эти светлые стороны Быть таким хорошим и добрым Но и клыки свои тоже где-то показывать Уметь отстоять себя, сказать нет и так далее И вот арт-терапия в танце Позвольте себе как негатив прожить, так и позитив Позвольте себе так и печаль прожить Вот вы знаете, что это какой-то песня точно у вас на слезы пробивает Включите ее и прям вот на взрыве порыдать Таню Буланову Первый альбом Ну да, что-то такое, от чего точно вы прореветесь Потому что часто где-то мы зажали этот плач, но он никуда не делся Он внутри нас И вот иногда бывает, вот я плачу и не пойму почему Да потому что было много моментов, когда ты хотела заплакать Но ты это пропустила мимо А сейчас ты даже не можешь понять почему Но этому важно выйти Хотя бы сейчас, не запирай это внутри, позволь этому выйти И также с радостными эмоциями Включи что-то, от чего тебе очень хорошо От чего хочется жить, радоваться, светить Передавать свою энергию другим людям И тоже прокачивай это через танец, через творчество Также в арт-терапию входит рисование Мы все умеем рисовать Просто краски, просто то, как ты сейчас чувствуешь Просто выдавай свою энергию Это может быть темная краска, когда ты в гневе Это может что-то яркое быть Это могут быть яркие цвета, приятные Если ты хочешь передать какое-то свое легкое, нежное настроение И вот через эту передачу своего состояния тоже Идут определенные процессы Вот, например, нейрографика Есть такое направление Когда мы тоже рисуем, сглаживаем острые углы И у нас внутри происходит некая самоорганизация Когда мы чувствуем себя гармонично То есть настрой на гармонию Вот это происходит за счет того, что когда мы рисуем Когда мы в творчестве, мозг отключается И мы как раз начинаем чувствовать Вот про чувствовать, да, вы говорите Это классное название Чувствуй Что нам мешает чувствовать? Мозг Когда он говорит постоянно Мы этим процессом не управляем Если кто-то мне скажет, что я умею управлять своими мыслями Я буду очень громко смеяться Потому что если я сейчас начну говорить про какую-нибудь синюю обезьяну Не думайте про синюю обезьяну сейчас Не думайте про синюю обезьяну Вы начнете про нее думать И если я прошу 5 минут ни о чем не думать Вы не сможете ни о чем не думать То есть процесс мыслительный, он вам не подвластен Вы можете только выбирать, о чем вам думать Именно поэтому выбирайте, о чем вам думать Чтобы это влияло на то, что вы чувствуете Медитация, например, тоже хороший инструмент Для того, чтобы успокаивать ум И опускаться ниже к чувствам А что я чувствую? Вот часто бывает, когда рациональное нам говорит Надо сделать вот так А человек говорит Ну я чувствую, что по-другому надо делать И чаще всего, если вот даже кто нас смотрит Вспомнят свои принятия решений Когда они были рациональными Да, вот замуж вышла по-рациональному Потом вот корявенько все идет А когда из чувств исходишь Все в твою пользу начинает играть Потому что чувства... Чувства, они связаны с интуицией? С интуицией они связаны, да Они связаны как раз с тем, что тебя сделает счастливой Ведь мы часто думаем, нас сделает счастливой Больше зарплата денег На машина новая, там, квартира, еще что-то А потом мы это получаем Три дня, там, максимум проходит Мы в этой эйфории походили И как-то все, опять я вернулась к тому же Потому что не это для меня, на самом деле, счастье Для меня счастье, там, например, быть в гармонии Найти то, в чем я могу быть полезно людям, да, служить Как я могу дарить счастье и любовь своим близким Я в этом, на самом деле, испытываю счастье А это все следствие приятное Еще хочу сказать, что для меня, например, любовь, Бог, это одно и то же Бог, это и есть любовь И вот какая есть фраза Когда Бог на первом месте, все остальное на своих местах Вот когда вы найдете любовь и принятие внутри себя Все остальное будет на своих местах Мне кажется, это идеальный финал нашей передачи Спасибо большое за этот динамичный, очень полезный разговор Хочется надеяться, что все эмоции будут свободны и приняты А следующая наша встреча будет посвящена теме красоты Что такое красота? Как мы отличаем красивое от некрасивым? И что может подарить нам красота? Обсудим на следующей встрече До свидания Субтитры сделал DimaTorzok